Депутатская комиссия рассмотрела дело Атамбаева за два дня. Два коротких заседания, несколько докладчиков и вуаля, заключение готово. Виновен должен понести наказание. А потом это заключение одобрили сразу несколько парламентских комитетов. Причем в тот же день политологи очень удивлены такому молниеносному развитию событий. Чувствуется спешка в этом вопросе. Заметили, как только шов закончился, процесс очень быстро пошел и торопятся. В этом отношении я думаю, что я солидарен с Амирбеком Текебаевым, который сказал, слишком большая спешка и потом может это под нелегитимным. Амирбек Текебаев в интервью Азаттыку прокомментировал работу парламентской комиссии. Лидер Атамикена не в восторге от такой спешки. Поспешишь, людей насмешишь. Перед арестом я говорил, что выйду из тюрьмы под аплодисменты. Если Атамбаева в спешке попытаются посадить, то и он завтра выйдет из тюрьмы под аплодисменты. Я этого не хочу. Можно ли за два дня расследовать то, что происходило на протяжении шести лет? Нонсенс, удивляются политики, политологи. Это просто физически невозможно. Такого блицкрига я еще от них не ожидал. Да, у нас всякое бывает, но вот так быстро они принимали решение. И решение сыроватое, по моему мнению. Я не хочу быть адвокатом Атамбаева. Это 7 апреля, там другие каналы есть. Но тем не менее, вот так спешка не принимает. Наверное, у меня сомнения есть. И чтобы так, с космической скоростью, быстро расследовать за два дня все и подать. Вы знаете, тесто, когда замешивают, надо, чтобы тесто тоже было подготовленное для того, чтобы хлеб превратить. А не так сейчас, как это, быстренько за два дня. Депутатам важно покончить с этим до каникул. В двухмесячный отпуск парламентарии уйдут в начале июля. Все же, кому принадлежит инициатива избавиться от Атамбаева парламентариям, политологи сомневаются, парадом командует Белый дом. Сейчас без подачи Белого дома, Серого дома, ничего у нас, такое решение не принимается. Вот просто вот самостоятельно. Мы только что говорили о самостоятельности, о самодостаточности депутатов Джорджа Кенеша. Мы дали отрицательный ответ, что у них нет самостоятельности. Значит, вот они сами самостоятельно не принимают решения. Это видно невооруженным глазом. На мой взгляд, была соответствующая команда. Но нынешний парламент как карманный парламент, в принципе, да. Сарумбай Джимбиков полностью подмял под себя Джогургу Кенеш. Критиковать президента и его политику едва ли не все депутаты, за исключением нескольких парламентариев, считают смертным грехом. Вот эта спешка и однобокость свидетельских показаний свидетельствует о том, что была дана обмашка. И если бы не было даны обмашки, то, я думаю, было бы более так репрезентативно. И свидетели не были бы только те, которые были, на которых гонения. И процесс шел бы более, так сказать, основательно. Можно ли доверять заключению депутатской комиссии так называемым свидетельским показаниям? Парламентарии дали слово всем, кто хочет отомстить Атамбаеву, даже Нариману Тюлееву. В основном обиженных. Кого-то сняли с должности. Даже среди комиссий есть депутаты, которые чуть-чуть от сидели, да. Обижены там есть. Одно из обвинений против Атамбаева – дело ТЭЦ. Но вот незадача. Председатель депутатской комиссии по лишению неприкосновенности Атамбаева Каннебек Иман Алиев, когда ратифицировали соглашение с китайской компанией, был главой комитета по международным делам. А вот и решение этого комитета. Под документом – подпись Каннебека Капашевича. Договор займа он тогда одобрил. Без обсуждений. Канад Кадеметов, Владимир Умар-Кулов, телеканал «Апрель».